Это Джамиль Валид Think about it Какие у тебя были сложности в детстве? Есть даже женщины ведущие Даже женщины, да, сексизм неуместен Вот видишь, у тебя нет интернета, а ты понял Межгалактические BDSM турниры Я отзываюсь еще однослышный, пацанчик, чувак Президент BDSM сообщества В разобранном состоянии Но гангстерам ты все равно вырос Почему, почему ты задал этот вопрос? А вот это, кстати, вопрос Я не знаю, не закроют вас за это? О, ужас Светлый путь я выбрал Ну, тебе полегчало? Абсолютно, ваше интервью Как качественная психотерапия Добрый день, дорогие друзья Добро пожаловать на канал Event Life Наш канал раскрывает все секреты Ивент бизнеса И рассказывает обо всех нюансах Которые могут возникнуть у вас При организации свадьбы, дни рождения Корпоративной презентации Либо другого мероприятия И сегодня у нас в гостях Ведущий, а не просто ведущий Это MC, это крутой чувак Который заводит всех не только на дискотеке Сделает ваше мероприятие Свадьбу, дни рождения Корпоративной презентации Очень классным, веселым и интересным Это звезда мирового масштаба Иван Ургант Именно так его называют Одесский Иван Ургант Это Джамиль Валид Джамиль, привет Привет, ребята Очень приятно Я не знаю Я в восторге от того, как ты объявляешь гостей Ты лучший конференсье, наверное, этого города Ну, после сам знаешь кого Руслан, привет Привет, Руслан Да-да-да Руслан Иванов, если вы подумали Это двоюродный брат Руслана Костова Абсолютно Самого Да Это одесский какой-то парень, нет? И Руслан Иванов? Да Абсолютно Настоящий Одесский А Руслан Костов, это кто, ведущий? Это посол Греции в Украине В Украине, да И генеральный консул хорошего настроения Тогда, наверное, это уважаемый человек Абсолютно Абсолютно Добро пожаловать к нам в студию Очень круто у вас, красиво Спасибо Спасибо, что пришел И за приятные слова Ты уже нам нравишься как гость Мы уже парочку провокационных вопросов убрали Серьезно? А были? Да Хочу сразу расставить все точки над И Я темнокожий Да? Да Если вдруг вы на меня смотрите Хотели задать мне этот вопрос? Я вам уже ответил Руслан Костов говорил абсолютно другое А что он говорил? Ну вот потом поднимем ему видеозапись И посмотрим Он сказал, что ты светлый Он знает МС светлый А знаете почему? Потому что Руслан зрит в корень Я внутри светлый Действительно, я МС светлый Если мы спросим, какая у тебя душа Ты скажешь? Светлая Замечательно Да Связано ли твое имя МС светлый с твоим внешним видом? Да Немного связано Дело в том, что я родился в Одессе Если кто не знает Неплохо говорю на русском, украинском И little bit for English Вот И могу так сказать Что с детства Были разные ассоциации с моей внешностью Кто-то меня считал очень темным Даже буквально каким-то африканцем Из такой вот Средней Африки Например, Гвинея, Бесау Вы разбираетесь в карте Африки? Конго О, потрясающе Да Вот ты вот Центральную Африку неплохо знаешь Чат и другие страны Мы только что неплохо развили ваши подписчики Вот И соответственно Все думали, что я максимально черный Вот такой прям Представление у людей было такое Кто уже более-менее развивался в своей жизни Куда-то ездил Понимал, что люди бывают очень темные Более светлые И совсем светлые И я подумал, что раз я кофе с молоком То я больше светлый, чем темный Потому что там, где я вырос А это молдаванка К сожалению, это не Бронкс И не Бруклин И не Квинс Это молдаванка Поэтому я решил, что лучше я буду светлым Чем максимально темным Или даже черным Рэп не приходилось мне Но гангстерам ты все равно вырос Ну не совсем Ну каким-то таким праздничным гангстерам То есть я в некотором роде прихожу И захватываю у людей Скажем так Их эмоции Их души Их сердца Но в конце им всегда Как Робин Гуд Отдаю в два раза больше Ну кстати, по поводу рэпа То есть будучи MC Все-таки рэп читать нужно? Смотрите, у вас Слишком стереотипное восприятие Слово MC Я клубный MC Клубный MC говорит Под ту музыку Которая играет в клубе А может играть и Светка Соколова И очень сложно И я думаю Даже несочетаемо Под Светку Соколова Прочесть какой-нибудь рэп Ну может быть можно И такие MC есть Там, да Например, Слава КПСС Кого мы знаем Оксимирона Но боюсь, что Если пригласить Оксимирона На обычную дискотеку То вы сойдете с ума Потому что будет пирожков И тут сразу Какой-то злостный Агрессивный рэп Think about it Просто подумайте Not bad Хорошо Насколько ты Какие у тебя были сложности В детстве Учитывая твою Нестандартную внешность И как ты их преодолевал? Смотрите Мне в этом смысле Очень сильно повезло В школе я был Разумеется Единственный такой На своем этапе Потом выяснилось Ближе к 11 классу Пришел еще один Первоклассник С моей внешностью Или подобной внешностью Можно даже подумать Что это мой ребенок Потому что я как раз подрос А он подошел Да Поспело яблочко Какие были сложности Все прекрасно понимаете Если серьезно говорить Да Дети это самые жестокие Маленькие существа на свете То есть ребенок Он не задумывается Обижает он тебя или нет Он просто тебе говорит Так как он это видит И поэтому я наслышался Столько за свое детство Шуток про мою внешность Склонений в разных Скажем так В разных апостасях Моей внешности Кем я мог быть На что я похож И так далее И соответственно Придя к какому-то Адекватному возрасту Меня подобные шутки Или высказывания В мой адрес Вообще не смущают У меня настолько Закалился в этом смысле Характер и самая ирония Что меня очень сложно обидеть И я даже готов Иногда доплатить человеку Если он пошутит Про мою внешность Смешно и остроумно И не банально Да Ну ты там типа черный И вот вы все черные И мы все черные Или ты Обама Да Это смешно На 5 гривен тянет На 5 гривен тянет Но я был бы не против Быть Обамой Поверьте мне Я мечтаю о такой карьере А вот когда с этой точки зрения Сразу я бы тоже Понимаешь И ты не против И ты не против Или Джей Зи Или там взять любого Какого-нибудь темнокожего футболиста Например Киллиана Мбаппе Который сейчас подписал контракт С ПСЖ Ему предлагают новый контракт Там под 100-200 миллионов евро У него рекламные контракты Фантастические Ему 19 лет Он чемпион мира по футболу Это домашние заготовки? Или ты? Нет, нет, нет Я просто сейчас рассуждаю О том О том, что мне приходит в голову И я не думаю, что Киллиана Мбаппе Комплексует по этому поводу И я, соответственно, тоже Не комплексую по этому поводу Я не выключил телефон И ко мне приходят сексуальные смс-ки Давайте сочетаем их От Руслана Костова Я подозреваю Я подозреваю О-о-о Нет, это не Костов Это не Костов И даже не Барин Вот других ведущих Это Войников Нет К сожалению, неверный ответ Это сладкий бабулях Кстати, вот ты перечисляешь ведущих Да, вот Притом спокойно, свободно То есть ты их всех знаешь Ты с ними дружишь Я не могу сказать, что я со всеми дружу Это тоже нормально То есть кто-то с кем Вы же тоже не со всеми дружите, правильно? Есть ведущие, которые мне нравятся Которые мне симпатичны Просто как профессионалы И есть ведущие, которые мне симпатичны Как профессионалы и как люди Я их могу прорекламировать Ну и я тогда кого-то выделю А кто-то, может быть, обидится Может, я о ком-то забуду И будет не совсем корректно Но вообще В нашей сфере Я считаю, что Все наши комрады Мы как одна семья Да, мы конкурируем Да, у нас разные Финансовые сегменты Да, у нас разные подходы Да, у нас разная подача Но при этом Мы делаем одно дело И едим один хлеб Поэтому надо уважать друг друга Прежде всего Есть начинающие Есть мастодонты Есть средний сегмент Есть даже женщины ведущие Как ни странно Да, да И тут даже сексизм неуместен Мы уважаем даже женщин Потому что Даже женщин, да Сексизм неуместен Да, даже женщин Даже женщин Даже молодых Даже симпатичных В чем основная фишечка В том, что Хочется, чтобы мы Помогали друг другу Поддерживали друг друга В сложных ситуациях И даже есть вот ребята Сладкого Бабулеха Которые нас всех объединяют Мы играем в футбол вместе Это классная идея То есть свадебный турнир Приходят ведущие Мы общаемся Мы играем Мы добиваемся каких-то результатов Мы делимся на команды И становимся одной командой Это безумно круто Кстати, извините Я перебью Вот мы как раз хотели Задать этот вопрос Бабулеха Но как-то не сложилось Не дотянули Да, не дотянули Расскажи вот об этом турнире Как он проходит Где он проходит Смотрите Он проходит По-моему Раз в несколько месяцев Называется Это чемпионат мира По свадебному Свадьболу Вот чтоб точно По свадьболу Я, насколько я помню Трехкратный Чемпион мира По свадьболу И даже Мы съездили На выездной турнир В город Харьков Там как раз был Я был с Андреем И с Бабулехом И он был В одной команде Я был в другой И там Так случилось Что я победил И тоже стал чемпионом Харькова По свадьболу И Одессы То есть я какой-то такой Самый титулованный чувак Вот И он там не победил Но победил в Одессе И поэтому Это всех объединяет Это очень крутая идея Это спорт Это общение Это хорошее настроение Даже если кто-то у нас там Бывало такое Не буду скрывать Кто-то получал Какие-то микроскопические травмы Все равно Все уходили с улыбкой И все говорили На следующий турнир Я обязательно приду И вот это вот Комьюнити Оно растет То есть много-много людей Знаете Вот первопроходцы Там вот Мы втроем пришли Поиграли Да Вы кому-то рассказали Пришел четвертый Пятый И вот такая геометрическая прогрессия И сейчас На свадьбол приходит Достаточно много людей То есть у нас Три, четыре, пять команд Это очень круто Какие есть новшества В плане правил В принципе Особо нет никаких правил Правила мини-футбола То есть у нас есть арбитры Все профессионально Есть арбитры Есть время матча Оно останавливается Когда мяч покидает площадку То есть все это По правилам мини-футбола Единственное отличие Что в конце Есть классная часть Это награждение Конкурсы, да? Да Ну в некотором роде И там есть номинации Там есть лучший бомбардир Лучший вратарь Лучший просто футболист Человек, который просто попал по мячу И так далее, и так далее, и так далее Плюс медали за третье, четвертое, там пятое А также первое место Настоящий красивый кубок Который переходящий То есть команда взяла кубок В этом турнире Вы красавчики Он у вас дома стоит Где-то в офисе И так далее На следующий турнир Этот кубок может перейти Другой команде И это очень классно Это объединяет Вы играете в футбол? По мячу попасть могу Премию попал по мячу Ты получишь Ты уже в номинации Можешь победить Кстати, играем На самом деле играем И довольно-таки успешно Но не участвовали Нас не пригласили Ну Потому что мы не ведущие Или потому что это Нет-нет-нет-нет Это не касается только ведущих Это касается ивент индустрии Там есть и организаторы Там есть и декораторы Там есть и скрипачи Известные вам истратьев Там есть бармены Там есть люди, которые работают вообще в этой сфере Которые помогают людям создать праздник высшего уровня То есть в принципе есть Ну вы обязаны поучаствовать Мы готовы Все Мы принимаем вызов Тогда мы звоним Бабу Лехам И записываем вас в эту замечательную группу Межгалактического свадебного футбола Договорились Только что настало на два человека больше Я говорил про прогрессию Расскажи пожалуйста про ваши ютуб проекты Мы знаем, что сейчас появилось новое шоу Что было дальше И у тебя есть свое шоу Как это зародилось? Смотрите, все очень просто Перед карантином Который нам всем не нравится И вам тоже Есть замечательный такой молодой человек Ведущий Антон Швед Вот Он умеет пользоваться ютубом И смотрит все то, что идет в трендах И соответственно берет эти идеи Очень сильно их меняет Например Оригинальное шоу называется Что было дальше А наше шоу называется Что было дальше Копец Ну Да То есть Незаметно Шоу или шоу было дальше? Нет, это шоу было дальше Шоу было дальше Шоу было дальше Добавил одесскую изюминку Да? Абсолютно Концепция идентичная Собираются комики Которые слушают историю И после этого Пытаются Ее раскрыть Ты звонил ведущему Которого посоветовал Саша Барин Да Ну по легенде По легенде По легенде Мы об этом говорим Я звонил Любомиру Лотоцкому Насколько я помню Любомир точно Любомир точно Да Я думаю Он единственный Любомир Который Есть в нашей Индустрии Ну Что могу сказать По первому звонку Не такой он Любомир Ну на 2000 Он не согласился В итоге Я думаю Что его это очень смутило Он был просто Не готов К таким цифрам Но вообще Беседа у нас Получилась достаточно Интересная Я бы хотел Чтобы мне Кто-то позвонил С подобным вопросом У меня Например То есть я Готов ответить На любой вопрос Мне даже Как-то позвонили Я не знаю Розыгрыш это был Или нет Но мне предлагали Провести БДСМ Мероприятие Это чудо Аллилуйя То есть вы понимаете Что такое БДСМ Бизнес Девелопмент Стратеги Социал Вот видишь У тебя нет интернета А ты понял Математикс Все очень просто То есть Кого-то будут бить плеткой А я должен это Как-то подзвучивать И подбадривать Я так и только не понял Кого Человек который бьет Или которого Или которого Зрителей Потому что Как показывает БДСМ И те и другие Получают удовольствие Вот И со мной Действительно Где-то минут 15 На полном серьезе Человек обсуждал Это по телефону И потом я на полном серьезе Это провел И вот теперь И да И теперь я приехал К вам на дорогом автомобиле И провожу Межгалактические БДСМ Турниры Теоретически могу это делать Ну вообще Я считаю Что у ведущего Первое качество Самое важное Это самоирония Если ведущий Обижается Если ведущий Там Его жизнь Как-то так Возносит вверх И он считает Что есть какие-то моменты Какие-то шутки Какие-то Там Подачи В его адрес Некорректные То мне кажется Что Это плохой ведущий То есть ведущий Должен воспринимать Любое обращение К себе Начиная от Какого-то депутата Заканчивая Каким-то Обычным гостем Из деревни На свадьбе Потому что Этот гость Может обратиться Сказать Слышь ты Иди сюда Ты должен Конкретно Сгладить Эту ситуацию И наладить С ним Коммуникацию А если Ведущий Не в состоянии Этого сделать Ну значит Это слабый ведущий Значит Над этим Качеством Нужно работать Как ты реагируешь Когда к тебе обращаются Слышь ты Иди сюда Я тебе больше скажу Поскольку у меня Самоирония развита Я частенько На своих мероприятиях Говорю Друзья У меня очень Необычное имя Джамиль Не каждый Его запомнит Да Поэтому я отзываюсь Еще одна Слышь ты Пацанчик Чувак Йоу-йо Эврибари А сука Блять Походу Палец Отхуячил Все Вы просто говорите Набор этих слов В любом порядке И я понимаю Что вы обращаетесь Ко мне И мы с вами Продолжаем Мило Дружно общаться То есть Я понимаю Что мое имя Это не Ваня Не Сережа И его сложно На слух Моментально запомнить Как-то делать Создавать себе Какой-то псевдоним Я не стал То есть Ну такое у меня имя Ну вас назвали так Меня назвали так И наверняка Что-то родители Вкладывали в это В это имя И это имя Несет какой-то Определенный смысл В той или иной культуре Да Там Имя Ваня В нашей культуре Да А мое имя Джамиль Соответственно У меня Мадагаскарские корни Люблю больших Люблю попастых Люблю больших И каинастых В мадагаскарской культуре Это имя означает Президент 2022 года Вот Я жду Мы будем голосовать Президент БДСМ Сообщества Да Я кстати Сразу У вас Увидел Мадагаскарских граждан Это столица Мадагаскара Я тебе аплодирую Просто ты знаешь Я готов быть Премьер-министром Ну нет Давай с депутата Начнем Я обратил внимание Что во-первых Ты неплохо знаешь Страны Африки А еще и знаешь Столицы Ты просто Ты географ Который не пропил глобус Отлично Как твои родители Смотрят на то Что ты занимаешься Тем чем ты занимаешься Вы знаете В детстве Я был не супер Артистичный Ну то есть Может быть супер Но только В рамках своей семьи То есть Публично Мне было как-то Сложновато Потому что Я и так особо Выделялся Внешне И мне не хотелось Привлекать к себе Еще больше внимания Потому что И так Я иду И все уже видят Что это я Да И там Кто-то пальцем показывает Кто-то что-то говорит Обсуждает И так далее И так далее И поэтому Мне хотелось Как бы абстрагироваться От этих обстоятельств Но спустя какое-то время Я попал В студенческую команду КВН И мне давали Соответствующие роли То есть Я должен был играть Просто себя Который говорит В рамках Какой-то Выдуманной ситуации Полуроссийские Или совершенно Российские вещи Да Но наоборот И это вызывает шутку Да Ну то есть Вот этот вот Слом Диссонанс Диссонанс Да И соответственно На каком-то этапе У меня вот Пошел КВН Потом я из одной команды Перебрался в другую Потом я создал Собственную команду Стал ее капитаном И мы несколько раз Даже выступили В Одессе На разных мероприятиях КВНовских Везде проиграли То есть Не буду скрывать Везде проиграли Потом мы решили Что нам надо найти спонсора Мы отправились С всей командой В Киев Сев поезд Который отправляется Ночью И приезжает в Киев Утром Приехав утром В 7 утра в Киев Мы поняли Что мы в разобранном состоянии Потому что На протяжении всей ночи Мы немножко выпивали Веселились Мы ехали искать спонсора И потом мы отходили Полдня в Киеве Никакому спонсору Мы не добрались Мы еще где-то там Повеселились И приехали назад На поезде Этим же вечером В Одессу То есть Утром мы приехали В Одессу И поняли Что к сожалению Наша команда Закончила свое существование И каждый пошел Своим путем Кто-то остался В шоу-бизнесе Кто-то пошел В журналистику И я пошел Работать Я решил Что микрофон Это мое И я пошел Работать В ночной клуб В первый ночной клуб Я попал Если вам интересно Я вам расскажу Это интересная история Попал очень загадочным образом Я был И есть Такой клуб Итака Сейчас В данный момент Я являюсь резидентом Этого клуба Последние три года Но тогда В 2007 году Страшно 13 лет назад Я был Очень молодым Маленьким Таким парнишкой Который пришел Клубу Итака Позвал арт-директора Я узнал Как его зовут Его звали Николай Он вышел ко мне И я сказал Здравствуйте Николай Я хочу у вас Работать МС Он на меня Вот так вот Посмотрел И ничего не сказал Развернулся И ушел И охрана Вот так вот Закрыла мне Вход в клуб Ну окей Я ушел домой На следующий день Я пришел Позвал снова его Он выходит В шоке То есть Чувак Я с тобой не буду Он говорит Что ты хочешь Я говорю Я хочу работать в клубе Николай Возьмите меня Он говорит Я не могу тебя взять В этот клуб У тебя нет опыта работы Я говорю Ну а где мне его взять И он меня устроил В мой первый клуб Он сказал Иди в этот клуб Поработай там В какое-то определенное время Если ты Справишься с этой работой То может быть Через время Я возьму тебя в Итаку Благополучно Николай уволился Из Итаки И я не попал в Итаку И у меня был путь Очень тернистый Если вы будете Называть заведение Которое вы знаете Там с 2007 года Почти в каждом Я работал Николай тебя отправил В тот клуб Позвонив Предварительно Да Человек Возьмите его Он меня отправил В клуб В который Как этот клуб Назывался В который Его уже давно Нет Это старый Древний клуб Он назывался Когда-то Кокос Если вы помните Потом был Секрет а потом это стало и биться то есть потом ну там в общем эту территорию забрали и я попал в этот клуб и справа по лестнице это да 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 я там познакомился с одним диджеем который считается топовым тогда он там просто в диджейке спал он жил далеко от одессы под одессой и ему было дорого ездить домой он просто отрабатывал ночь и ложился в диджейке и спал на следующий день работал и работал так каждый день то есть это была такая жесткая история сейчас это один из топовых диджеев одессы имя назвать не буду потому что возможно если ему захочется рассказать эту историю он вам ее поведает вот и после этого начался мой тернистый путь и я проработал во всех клубах одессы я работал в коблево и работал в затоке работал на карелина бугазе я ездил по украине в разные там маленькие клубы я работал во всех клубах там начинают лузановки и дошел до вестерна уже близко дак и таки ты обходила круто да да я очень долго к ней шел и очень долго шел к аркаде попал я вестом потом напротив был клуб бона сейчас сейчас он redline до этого он был аура да то есть я там тоже поработал какое-то время и на каком-то этапе я попал в палладиум и в палладиуме меня заметил уже если вы знаете палладиуме так это одна семья держит эти два оба заведения и меня приметил человек который занимается и так и владелец пётр иванович и он меня пригласил в атаку и с тех пор там три или четыре года я работаю уже как резидент в атаке и резидент mc mc да 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 благодаря чему ты не сдался ну то есть тебе отказали ты пошел работать и те это тебя это затянуло или ты просто хотел попасть в атаку я вам больше скажу я очень хотел попасть шоу-бизнес настолько сильно что в те времена 2007 8 год у нас еще по кабельным сетям показывали канал mtv россия и я смотрел этот канал и мне очень нравился и там начинал работать иван орган если вы знаете и они объявили все российский кастинг они искали новых новые лица новых и джейф мтв россия я помню я устроился на обычную работу потому что работаем семьи не позволяла скопить денег я работал и там и там на двух работах получается скопил деньги и поехал на кастинг и джейф мтв в ростов-на-дону и так хотел попасть а это был предварительный раунд если ты его проходишь ростовский раунд и попадаешь на финал в москву и в москве уже будет отбор на того единственного ведущего который попадет семью мтв и вот на этом раунде к сожалению занял только третье место и со слезами на глазах буквально смысле этого слова так сильно расстроился но я встретился с ольгой шелест антоном камоловым если вы знаете кто и кто эти люди тогда это были просто сумасшедшие легенды и насладился живым концертом группы звери просто вот так полуметре от меня рома звери пел свои замечательные песни в рамках этого проекта он там участвовал тоже ты не жалеешь что поехал я не жалею для меня это был фантастический опыт я ехал 16 часов в автобусе туда 16 часов в автобусе обратно тогда это еще была дружественная для нас страна и ростов если честно если вы не были хочу сказать ростов папа одесса мама очень похожий город по менталитету по колориту по энергетике с одессы единственное что там дом у нас море вот в этом такая вот разница и люди больше я бы даже сказал этнические украинцы чем россияне они все шокают они у них много украиноязычных слов в их речь был очень комфортно там находиться я не оставил на этом свои попытки попасть шоу-бизнес потом все-таки я попал на канал окей если вы знаете был такой канал принадлежал таврии в и у меня там была собственная программа называлась медиапортал я читал новости шоу-бизнеса вот и пиком венцом моей карьеры на телевидении стало интервью с тимати то есть я взял интервью у тимати который приехал в одессу и мы сделали большое интервью для канала окей она есть на ютюбе если хотите пруфы ссылочки я вам потом скину это ты сам достал тимати либо блока эта команда которая договорилась до нажала его обходила да было была какая-то команда у меня была какая-то тактика я ее придерживался была какая-то команда а именно был очень заинтересован сын одного из владельцев таврии в в том чтобы сделать крутой интервью и он непосредственно сам договорился с промоутерами тимати организовал это все и мы взяли интервью она получилась очень интересным и сейчас пересматривая его спустя годы это фантастика мы у него спрашивали кем ты себя видишь через десять лет и он рассказывал о том что он видит себя в соединенных штатах америки наравне со снук-догом что его записался фит да 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 ну что из этого получилось как понятно что он фит записал благодаря тому что он заплатил ему гонорар а стал ли он тем кем он хотел стать 10 лет назад вот это уже не мне судить хотя бизнесменом он стал весьма удачным вот я вспоминаю как раз тимати выступал в парке далее так вот наверно лет десять назад дабы и сейчас тебя тоже связывают с парком это правда или ты работаешь только в итаке нет дело то что парк это зимний и летний клуб а итака исключительно лиги летом я работаю в итаке зимой работаю в парке то есть хорошее заведение очень прикольные там происходят вечеринки там может слышали black парк на тебя посмотрел сразу вспомнил вот просто черного если кто не понял вот я тоже светлый если надо ты тоже светлый внутри какие там есть замечательный руководитель менеджер по развитию по так называется его должность для нас всех это просто диджей самый известный диджей креативный директор креативный я прошу прощения креативный директор а не диджей давай называть правильно креативный директор но сколько я знаю он мне говорил что он менеджер по развитию всего предприятия которое называется park resilience это юрий васильев или как мы все знаем диджей маньяк да я с ним очень хорошо общаюсь мы с ним последние четыре года каждая каждые майские праздники ездили в турцию делали большой тур по анталии то есть я качестве им силам качестве диджея это было ваше самостоятельное решение поехать либо вас приглашали и не вас а его а он брал меня как эмси дабы сделать качественно клубное шоу и мы ездили по отелям на побережье средиземного моря очень классно каждый год последние четыре года с конца апреля до конца майских праздников до 10 11 числа мы катались увлекательное мероприятие юра бы назвал себя менеджером по развитию клуба кем может назвать себя ты смотрите в некотором роде я могу назвать себя вот если глобально то я могу назвать себя частным индивидуальным предпринимателем почему потому что я продаю услугу своим клиентам в которую входит не только ведение мероприятия да но я стараюсь помочь им по организации я стараюсь им помочь по каким-то техническим моментам и найти им подрядчиков каких-то декораторов операторов фотографов которых я знаю и качество работы которых я считаю достаточно высоким также я занимаюсь немножко звуком диджей у меня есть свой то есть такие вот всякие нюансы которые помогают организовать мероприятие то есть это не только видение в контексте что я пришел взял микрофон и сказал добрый вечер уважаемые дамы и господа то есть есть много работы до и иногда есть много работы даже после мероприятия плюс я работаю еще как эмси ну здесь я не являюсь индивидуальным каким-то предпринимателем здесь я наемный сотрудник которого нанимает уже в данном случае предприниматель а вот по поводу предпринимателя частного налоги платишь просто интересно на самом деле вот я никогда никому не задавал этот вопрос а вот есть у тебя почему менты почему ты задал этот вопрос именно мне провокационно наконец-то наконец-то да действительно я оформлен оформлен недавно всего лишь где-то 8 месяцев почему я это сделал у меня была веская причина дело в том что мне надо было делать определенные документы и для этого мне надо было показать свои доходы и ну как их покажешь если у тебя нет соответствующей бумаги то есть я едино наложник плачу единый налог и каждый квартал показываю там а вторая группа да у тебя да показываю и у меня есть пару квадов там дополнительно не связанных на всякий случай не связанных с мероприятия продажа оружия там оружие настроение и я бы сказал бордели но не буду об этом говорить это еще рано мы еще не открылись да мы еще не открыли завидим открытие мы тоже подписаны вот и поэтому в данном случае у меня все по-чистому я не говорю что я там в отличие может быть кто-то это делает там с каждым клиентом составляем договор то есть мы составляем договор если вот у у человека есть определенное желание плюс очень много появилось особенно корпоративных клиентов на новогодние праздники которые могут оплатить только безналом соответственно если у тебя нет своего предприятия ты не проведешь эти деньги ну никак ну у меня была такая ситуация с ней столкнулся в позапрошлом году несколько раз и у меня слетело несколько мероприятий и я вынуждена к этому пришел ну не потому что мы там сильно скрываемся от налогов там или еще что-то в этом роде просто это такая сфера где ну не все идет прям по белому мы так платим достаточно налогов потому что мы с вами платим ндс которые заложены везде да то есть любую конфетку в магазине 20 процентов ты отдаешь государству правильно правильно акциз на бензин мы платим платим то есть налогов коммунальные платежи мы платим туда заложены налоги то есть налогов масса на самом деле то есть это тоже интересная тема плюс из-за того что мне надо было делать документы и есть такие вот компания ситуации я решил чтобы у меня было все достаточно ты стал свадебным ведущим имея желание подзаработать или это было позыв души слушайте тут интересный момент тут есть два фактора первый фактор мне в принципе нравится общаться с людьми мне в принципе нравится искренне их развлекать ну то есть прям веселиться да но я не это один момент но я не могу сказать что это прям мое вот супер призвание да то есть я могу привести простой пример если мне дадут завтра миллион долларов и скажут вот или миллион долларов или веди свадьбы вот вот в следующий раз задайте этот вопрос своим гостям вот что они выберут да вот я бы выбрал миллион долларов у меня один вопрос вот есть к тебе кстати если тебе бы сейчас сказали бы джамиль мы тебе даем один миллион долларов до либо ты проводишь свадьбу чтобы ты выбрал ну я же говорю я бы выбрал миллион долларов ты задал мне этот вопрос я не знаю как он у тебя появился это неожиданно но я его ждал да я бы выбрал миллион долларов есть люди которые будут говорить я бы выбрал свадьбу окей если бы ты выбрал свадьбу тогда зачем за свадьбу ты просишь 800 600 долларов если это твое призвание да это примерно такой же лицемерия как условный священник до который является я не за не закроет вас за это который является посланником бога на земле да то есть он является коммуникатором между богом мной и то есть священник стоит правильно и соответственно это его призвание он постригся в монахи и так далее так далее так далее да ну вот мне надо осветить квартиру и он говорит 150 долларов а я говорю а как так ну на священника выучиться выучит подожди библию прочитать подождите там же все мирское должно быть отвергаться должно потому что человек духовный и он и он должен сказать сколько дадите вот столько и будет нормально но человек ставит таксу вот он этим занимается ради денег или он в богове а вот это кстати вопрос или трусы на день или крестик с ними здесь они это тоже выступают как частные предприниматели по сути да и это лицемерие я не хочу быть лицемерным я могу сказать что свадебный бизнес свадьба оплачивается больше чем работа в клубе mc да но можно даже где-то сравнить такой момент что и на свадьбе немножко ответственности больше с одной стороны но с другой стороны в ночном клубе где в итаке в хорошую субботу собирается две три тысячи человек и тебе надо объявить макса барских и до этого разогреть публику на тебе ответственность тоже колоссальная потому что ты человек с микрофоном лицо клуба в котором две тысячи человек понимаете ответственность и свадьба где 60 человек или 80 человек но ты ответственен перед ребятами ты смотришь им в глаза вот как я смотрю сейчас да я вам говорю у вас будет хорошая свадьба я сотрусь в пепел на вашем празднике но я сделаю все что меня зависит чтобы ваши гости и вы были довольны и я беру на себя эту ответственность и я до конца пойду то есть сколько раз такое было что ну все мы живые люди какие-то проблемы болезни какие-то там неудачи еще какие-то но ты приходишь и отключаешь это все и сосредотачиваешься только на празднике чтобы был результат я беру деньги за результат я деньги всегда беру в конце я никогда не беру деньги наперед потому что считаю это неправильно то есть не считая предоплату предоплату это просто фиксирует дату просто чтобы я не убежал и они не убежали чтобы мы были вместе мы как бы жмем друг друге друг другу руки и заключаем партнерское соглашение что вот конкретную дату я буду у них на празднике и я перед этим рассказываю все что я сделаю на их празднике они уже оценивают качество моей работы в конце и мои молодожены в принципе могут меня штрафовать могут урезать сказать извините вы обещали этого не было мы вам не заплатим и это справедливо и это честно бывало до было ли такое время меня такого не было у меня такого не было но были косяки на свадьбе это нормально то есть это живой организм есть подрядчики от которых я завишу что-то кто-то не привез не подвез торт там у меня была ситуация когда торт поднимали в лифте просто надо было поднять на второй этаж но как-то там у человека не получилось он наклонился и облокотился на стенку и соответственно полностью испортил свой внешний вид и мне пришлось где-то еще плюс-минус минут 45 как-то развлекать гостей дабы этот торт восстановили привели в какой-то нормальный вид у меня была ситуация когда пропал свет на просто в заведении но это одесса просто раз и нет света ничего не работает есть только я мой голос и 60 гостей и вот нам надо было 40 минут развлекаться пока включат свет как ты привлекал к себе внимание а голосом голосом то есть я начал ходить по столам начал устраивать некие интерактивы батлы между столами в таких ситуациях очень классно заходит такое понятие как массовая караоке то есть есть стол есть какая-то песня кидается заказ от молодых или от гостей и этот конкретный стол должен спеть вот эту песню вот как получится второй стол другую песню там бабушки споют какую-то народную песню и вот такой вот караоке и потом мы раздаем какие-то подарки приятные сюрпризы и это можно затянуть на 40 минут вот так и не надо ни микрофона не музыки ничего и люди получают удовольствие уже кто-то подпевает кому-то нравится кто-то смеется у кого-то голос не очень и так далее ну понимаете подарки то есть ты изначально готовишься и как много времени обычно уходит на подготовку к свадьбе смотрите вам наверняка многие ведущие будут рассказывать что они под каждую свадьбу пишут отдельный сценарий что они сидят с ручечкой с пером на фоне природы и выписывают это скорее всего лукавство есть определенный базовый сценарий скелет я бы сказал да который наполняется непосредственными фишками после общения с молодым с молодыми и просто буквально там за неделю до нашей генеральной встречи у нас есть первая встреча есть генеральная встреча и все это время в промежутке мы на связи то есть какие-то их культурные традиции вносим вот у меня звонит невеста и говорит вы знаете у нас там в селе принято сделать вот это после этого все я это вношу в наш график и потом когда мы встречаемся на генеральной встрече мы проходим каждый пункт с таймингом плюс-минус ну понятно там 10-20 минут у нас есть запас но мы там пункт номер один да там встреча молодых пункт номер два да там мы потом там заходим в арочку там 3 и вот буквально прописываем все досконально и вкрапляем фишки которые придумываем под их тематику под их гостей потому что там есть кто-то кто хорошо играет есть кто-то кто актер то есть мы этого человека не говорим там выйди сценку сыграй нам а мы делаем так в сценарии чтобы он оказался в ситуации где он проявит свой талант и тогда это получается действительно прикольно а конкурсы для свадеб ты где берешь ты их ищешь в интернете подсматриваешь за коллегами придумываешь сам может а вот ты сейчас назвал несколько способов но самый классный способ это ты можешь взять где-то идею вот есть прикольная идея и ты ее дорабатываешь каким образом любой конкурс там есть определенная физика как он работает то есть вот я могу тебе рассказать конкурс но ты его не проведешь как я проведу потому что ты не знаешь каких-то нюансов где надо поджать где немножко отпустить а где человека надо пригласить где его надо там наоборот там сказать извините там 30-25 в идеале любой конкурс ты берешь и у его докручиваешь под себя или просто вот есть у меня есть классический конкурс станцем который выкручен до такой степени что он заходит идеально и он максимально свадебный а главная его фишка это танец но что я делаю и как я делаю это уже нюансы каждого ведущего потому что в принципе многие конкурсы они похож а а есть которые вообще одинаковые если это там условный танцевальный батл но его очень сложно как-то супер разнообразить ты можешь это сделать я у меня есть там определенная фишка но практически всегда всех он более-менее стандарт вы согласны со мной да но есть какие-то конкурсы которые являются чисто фишкой ведущего которую делает только это тоже очень классно и и мы вот со своим диджеем придумаем разные там прикольные подклады чтобы разнообразить и подколоть наших гостей чтобы это было всегда неожиданно интересно и современно и я стремлюсь к тому чтобы использовать гаджеты которые есть у каждого в руках в частности телефон чат telegram чат вайбер инстаграм то есть эти все фишки можно использовать на современном мероприятии но и есть вот там мероприятия тоже рассказывают люди что они ведут 6-8 часов мероприятия без единого конкурса и это невероятно круто вот я в это невероятно не верю вот просто мне кажется кстати вот тот же ургант или нагиев я думаю вряд ли не проводит какие-то конкурсы подожди если ты смотришь вечерний ургант в каждой программе есть конкурс со звездой они постоянно что-то делают но это со звездой мы говорим когда они работают на частных мероприятиях я думаю что точно есть какие-то конкурсы и кстати вот про игра ласточкина тоже помню кто-то вот говорил что вот он готов работать на мероприятии но конкурса ни за что не будет проводить а это у них знаете тут другой момент ты сейчас называешь селебрити то есть люди известны они берут своим авторитетом своей известностью ему не да вот он пришел условно ласточкин ургант еще кто-то там светлаков да и уже все хотят с ним сфотографироваться и это уже классное мероприятие потому что у человека есть эмоция боже это же ласточкин это же ургант а мы приходим вот на знают только молодые вот я пришел меня знают молодые мне надо завоевать авторитет у 60 разных людей чтобы они меня начали слушать воспринимать и потом уже делать то что я их прошу понимать то есть у меня путь намного сложнее тернистей на каждом мероприятии чем у условного урганта он может просто в шутить и раздавать тосты и я не думаю что орган будет вести мероприятие 6-8 часов я думаю что 23 часа это более чем и его максимальная работа если его позвали на мероприятие то он поздоровается объявит замечательных молодых потом даст несколько тостов а после этого скажите в работу вы не не а после этого он скажет дамы и господа филипп киркоров и на 40 минут он уйдет а потом он выйдет скажет о басков как какой же киркоров без баскова да то есть и все а потом в конце скажет вами был иванур и получит там 30 40 50 60 тысяч евро и это будет три часа работы мои же мероприятия они в основном 60 человек я и 6 часов и сделай хорошо чтобы мы не скучали чтобы нам было интересно чтобы все сказали тосты кто хочет чтобы все где-то поучаствовали вот моя основная задача социальные сети на празднике расширить до такой степени чтобы любой человек где-то поучаствовал я даже беру человека который вот максимально зажатый говорю вы будете у нас членом жюри вам надо просто сказать кто был раньше все и этот человек уже участвует правильно ему уже интересно смотреть потому что он что-то решает хотя этот человек может быть интроверт зажатый и закомплексованный в плохом настроении и так далее даже женщина и даже женщина ну женщина мы сексисты и любим женщин расскажи унижать какие были самые сложные ситуации на свадьбах когда ты думал блин все молчат я не знаю что делать и как-то из них выкручивался самая сложная ситуация у меня на свадьбе из из тех которых я могу вспомнить прямо сейчас у меня была невеста которая была беременна на каком-то там в третьем месяце может пятом ну на каком-то месяц я не гинеколог я так особо не разбираюсь вот и была у нас выездная роспись и получается что молодые выходили и свидетели из зала а гости сидели на летней площадке на стульчиках у арки и и получается что объявляют свидетелей объявляют жениха объявляют невесту и она не выходит вот просто не выходит мы заходим в зал а там папа невеста и невеста в истерике просто фантастической у нее мейкап весь вот ну максимально растекся по лицу она никакую я не выйду я не хочу мне это не надо я капец это настоящий трэш но это только начало какими-то невероятными усилиями воли папа уговаривает и она приводит себя в порядок затягивается где-то роспись ну где-то на минут сорок все таки она выходит расписывается проходит парад гостей на всех фотографиях она такая ну наверное губки бантика да да просто 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 максимально злая а никаких горько никаких поцелуев там не происходит вообще ну то есть напряженнейшая обстановка я сломала но кать вообще-то но это 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 light но что было дальше мы возвращаемся в зал все присаживаются к столу невеста заходит в туалет якобы под навести марафин закрывается в туалете и горит я не выйду и это еще на минут 40 а ужас то есть а раньше она просто с папой сидела и там был контакт здесь у нас закрылась в туалете дверь открыть невозможно то испортил ей настроение что случилось в конце я узнал да само мероприятие прошло нормально то есть гости остались довольны и на следующий день или через день она мне написала огромнейшее сообщение в котором сказала что она была беременна и у беременных как выясняется у них перепады настроения происходят то есть вот у нее в хорошее настроение полчаса и она в негативе то есть это чисто вот гормональная гормональная какая-то история да и вот она попала вот в этот водоворот и она очень извинялась просила прощения за свое поведение да что она как бы помешала нашему всему по сути событию но при этом она сказала мне огромное спасибо и выразила респект что мы все равно справились и даже с таким напряжением и провели это мероприятие я не говорю на пятерку ну на хорошую четверку мы провели это столы с караоке работе схема всегда ну не то что столы с караоке просто было больше общения с гостями без акцента на молодых то есть тогда когда ты больше работаешь именно с гостями залом потому что свадьба она подразумевает что главные герои они должны быть на виду то есть какие-то отсылки еще что-то до должны быть молодым здесь была свадьба больше с гостями с мамами с папами с бабушками с дядями и тетями их истории там и так далее и так далее то есть мы отдохнули вот таким образом то есть это как бы формат который получился уже непосредственно от обстоятельств работа эмси дает ли она тебе работу свадебный ведущий нет нет не подходит не говорят вот вы классный проведите нам свадьбу поясню тебе ситуацию представь себе ночной клуб ты немножко выпил да ну не не может и не нужно или много да с подружкой которая тоже немножко выпила да вы танцуете вы общаетесь у вас какой-то идет флирт еще что-то последнее о чем вы будете думать что вот этот чувак который вас только что там веселил и подрывал подойдет вам как свадебный ведущий просто нет работаем си дает некой узнаваемости медийности вот среди просто людей потом когда твоя реклама или твой ролик или еще что-то где-то попадается то человек говорит о я его видел он был там он был здесь и так далее и так далее то есть повышается личный бренд личный бренд да то есть твоя твоя некая стоимость у тебя есть какой-то бэкграунд для этого человека он тебя где-то видел соответственно больше доверия чисто психологически но такого что тебя возьмут за руку ли к тебе подойдут и попросят тебя провести свадьбу нет а есть клубы где эмси вообще находится на сцене и между сценой и гостями есть определенное расстояние плюс охрана которая не дает возможности каким-то неадекватным личностям запрыгнуть на сцену там схватить артиста и так далее так далее и поэтому вообще это невозможно возьми любой клуб и битса и так а там это в принципе невозможно единственное что я же говорю вот твою медийность это повышает вот личный бренд все развиваешь ли ты свой личный бренд и как тебе помогло твоя узнаваемость в мире и в энд индустрии помогла вот недавно была ситуация я был в магазине эпицентр который не должен работать на карантине и так получилось что я забыл маску в машине и и зашел в магазин без маски а это было в самом начале карантина когда маски были не обязательны рекомендовала рекомендована да то есть это была рекомендация и ко мне подошла замечательная женщина администратора и как бы сделала акцент на том что якобы я без маски это очень плохо я сказал заменить я забыл в машине маску это больше не повторится на что она мне сказала для такого ведущего как вы негоже не исполнять правила нашего магазина то есть мне было очень приятно поскольку она была на каком-то мероприятие которое я вел и соответственно вот эта узнаваемость где-то может помогать иногда узнают представители внутренних дел когда останавливают полицейские говорят о я тебя где-то видела ты случайно не из итаки вот то есть все же живые люди сегодня он полицейский а завтра он пошел в клуб отдохнул как любой нормальный человек и чисто визуальный контакт со мной установил и меня легко узнать ну то есть я в этом смысле это плюс с этого мы начинали да да это плюс моей внешности и если бы я занимался криминалом это минус моей внешности поэтому ты выбрал сферу ивентов и да и светлый путь я выбрал потому что тяжело скрыться в толпе людей дала ли тебе твоя внешность какие-то бонусы дополнительные ну ты сейчас являешься одним из топовых ведущих одессы очень узнаваемый часто меня прям удивил но я считаю не топовых и она топа над топовым над топовым одессы как ты считаешь как какая роль процентов соотношения твоей внешности и твоего личного бренда отвечу отвечу тебе на этот вопрос он кстати интересный от я много анализировал свою рабочую страницу свои заказы я понимал что есть здесь определенная завязка моей внешности и количество заказов и работы и так далее первое что в отличие от всех ведущих внешность дает мне неоспоримый плюс то есть я колоритный то есть я вот колоритный нестандартный то есть у всех был вот такой ведущий вот такой а у нас был представляете вот такой ведущий то есть это плюс но мы живем в стране которая недавно похоронила коммунизм и переходит только капитализм а до этого 70 лет были закрытые границы и соответственно мы живем в хоть это и одесса самый толерант многонациональный город но есть такое понятие бытового расизма часто главными спонсорами свадьбы являются родители и вот молодожены показывают вот смотрите вот есть такой джамиль ведущий прикольный давайте его возьмем такой веселый чувак классно и мама или папа говорят а шо наших ведущих нет что нету нормального ведущего а приедет дядя игорь с кировограда шоу-то ну как я ему объясню дядю игорю я не смогу объяснить почему у меня африканец видео до или мулат ведет свадьбу то есть найдите нормального ведущего да ну то есть априори это называется бытовой расизм есть и и обратная сторона есть и обратная сторона что вот говорят и говорят вот только его потому что у них вел условный вася у них вел петя у них вел андрей это все мы видели а вот это будет фишка нашей свадьбы то есть это как бы и плюс и минус а потому что люди делятся кому-то это нравится кому-то нет поэтому нельзя сказать что это объективный плюс от которого я получаю только дивиденды то есть есть сумму меня был случай когда молодожены меня хотели но вот я вам привел пример родители были против не сказали извините но к сожалению родители настояли на том чтобы у нас был другой ведущий потому что они являются главными инвесторами нашего праздника а вот тебе обратная сторона медали ты наверное не помнишь это был 2000 скорее всего двенадцатый год и я организовал гавайскую вечеринку так и единственным ведущим которого вот выбрали был ты это было черное море компания premier distribution company и я подходил по формату вот чисто гавайская вечеринка это был твой формат все больше никого мы не выбираем только есть замечательный ведущий в москве одиспомо если вы слышали да и не знаете он входит в топ-15 москву то есть это топ-15 лучших ведущих москвы и вот он темнокожий у него эфиопские корни и он всем своим агентством с которым с которыми он сотрудничает разослал такое сообщение что если вам нужно гавайская бразильская и прочие прочие мероприятия где нужна якобы только моя внешность даже не звонить то есть . я не буду работать я не буду обезьянкой в каком-то там цирке вот потому что он считает себя интеллектуалом ведущим который может тонко шутить общаться и так далее мне в этом смысле абсолютно все равно я за то чтобы в принципе создать хорошее настроение а какую я буду играть там роли и или как меня будут воспринимать люди мне надо уже в процессе им доказать что я не просто темнокожий мальчик которого взяли потому что он подходит под гавайскую вечеринку но а веселый креативный чувак который может создать настроение пошутить на разные темы и дать прикольный импульс и чтобы они меня запомнили не как какой-то как бы это правильно выразиться не как человека которого взяли за внешность атрибута до декора мероприятия да а непосредственно как действующую личность которая создает качественный контент куда ты идешь дальше вот какая твоя цель какая мечта вот на этом поприще смотрите поскольку я вам вначале рассказал что я ездил на мтв россия мне уже к сожалению не не так скажем так не так много или мало лет это все относительное понятие да но тогда мне было лет 18 по-моему ли 17 когда я ездил с я был совсем молодым парнем а вот сейчас уже более-менее взрослый чувак и понятное дело что с каждым годом все сложнее и сложнее попасть большой шоу-бизнес но я не оставляю этой надежды то есть я думаю что рано или поздно какая-то знаете есть такое выражение дорога покоряется идущему то есть если ты движешься в каком-то направлении то обязательно что-то но тебе откроется какая-то маленькая дверь может быть огромная дверь может целые ворота мы этого не знаем но надо что-то для этого делать удача не приходит сама то есть старый анекдот пацанский цитатник до старый анекдот что бог говорит и хотя бы билет до чтобы выиграть то сделай хоть что-нибудь я верю что у меня есть такая возможность плюс я запустил свое шоу на ютюбе единственное что у меня там бюджет какой-то получился очень большой организация этого шоу называется черные забавы уже две серии вышло до 2 серии вышло такого шоу нет и такого названия нет на ютюбе я думаю что этим летом я буду его развивать дальше и сниму намного больше выпусков просто к сожалению начался плотный свадебный сезон и у меня не было даже окна чтобы выскочить и сделать какой-то контент хотя идеи достаточно много то есть youtube за ним будущее и конечно как любой любая мечта любого маленького мальчика попасть большой шоу бизнес она со мной остается я надеюсь что у меня получится это сделать супер на этой радостной ноте мы приглашаем тебя поучаствовать в челленджи что надо делать у нас есть традиция каждый предыдущий гость оставлять следующему задание который тот должен выполнить не зная кто будет предыдущим гостем и загадать следующему гостю задание не знаю кто будет следующим мой флешмоб следующему гостю будет состоять в том что нужно будет в конце интервью всем в этой студии достать свои мобильные телефоны позвонить маме и сказать как ты сильно ее любишь алло вам привет привет да я хотел сказать что я тебя люблю мама возьми трубку мама не сегодня сынок мама я тебя тоже люблю я звоню сказать тебе что я тебя люблю вот да спасибо ну все рад был тебя услышать папе привет алло привет хочу тебе сказать что я тебя люблю да но со мной ничего не не случилось все нормально да да сможет мне одолжить немножко денег Да Вот, какие деньги, прекрасный ответ Все, спасибо, обнял, поцеловал Позже позвоню Нет, деньги, деньги не надо Все, спасибо Браво Вот, ну что ж Идем дальше Да, кстати, изначально Я предлагал Артему заменять челленджи В зависимости от гостя Но сейчас я принимаю его точку зрения, что все, что здесь происходит Это действительно нужно Мы можем это не осознавать Не понимать Ну, когда-то кто-то сказал поднять стол одной рукой И это такой тупой челлендж А потом оказался прикольный Или там спеть песню Кто-то говорит, я с удовольствием бы спел А кто-то говорит, ни за что, что угодно, только не песню Ну, опять же, если вы приглашаете ведущих Которые не могут спеть песню Да, вот у меня голоса, например, нет Певческого, да Я когда пою, меня домашние просят делать это в другой комнате Максимально А еще лучше в другой квартире А еще лучше в другом городе Хорошо поешь, но много Да И, а мне нравится иногда Вот что-нибудь там прилипнет ко мне Я хожу, напиваю для себя Мне кажется, у ведущего не должно быть вот таких вот граней Самовыражения То есть, он даже если не умеет это делать Он по-любому должен это попробовать Если он начинает говорить, что он не может Там 3-е, 10-е, 25-е Значит, он слишком зажат А если он слишком зажат Значит, он не совсем профессионален То есть, ему надо сначала себя разблокировать А потом выходить на большую публику Ну, это тебе полегчало? Абсолютно Абсолютно Ваше интервью Как качественная психотерапия Я вас буду рекомендовать Мы тебе дарим сертификат на скидку на эту психотерапию Которая тебе может понадобиться в следующее время Это сертификат на аренду оборудования от компании «Хороше Венгрупп» И психотерапию 15% ежедневно Боже, это так классно Смотрите, именной сертификат Ребята Это говорит о том, что вы потратились Вы не напечатали их заранее Да Мы вложились Да, душой и сердцем И телом Ну и немного финансов Спасибо большое Было очень приятно Спасибо